Владимир Эйферт Никаких объяснений мне не дано Но потребовали ликвидировать мою московскую квартиру Я искал объяснение в Ленинском райкоме ВКП Но получил указание Нужно ехать Милиция сделала пометку, что мы прибыли на основании решения Президиума Верховного Совета СССР Хотя я и жена никакого отношения к республике немцев не имели Не понимаю, зачем меня направили в колхоз имени Пушкина Я ничем не запятнал ни звания члена партии, ни своего гражданства в государстве трудящихся За что я обречен на нестерпимые муки, на вынужденное бездействие и на голод Борхман Ирина Александровна Место жительства Москва, Покровские ворота, 15, квартира 2 Место работы Окна ТАСС По адресу Кузнецкий мост Должность художник Немецкая колония Беттингер Боротаевская волость Николаевского уезда 1884 год В семье провизора русского по происхождению Старообрядца Савелия Гребенщикова рождается мальчик Мать немка выбирает сыну имя Вальдемар Или на русский лад Владимир Отец вскоре бросает семью Фамилию мальчика в метрике записывают материнскую Эйферт Эйферты екатерининские немцы Их предки, как и многие переселенцы Прибывают в Поволжье после издания манифеста Екатерины II О позволении иностранцам селиться в России И свободном возвращении русских людей Бежавших за границу в конце 18 века После того, как муж уходит, мать Владимира Эйферта В поисках работы и лучшей жизни вместе с сыном отправляется в большой город В Астрахань Язык мой был русский Ночевки на лодках на берегу Волги 1902 год Москва В семье врача, музыканта, дворянина Александра Борхмана рождается дочь Ирина Метрические книги записывают национальность немка В тот период Борхман-старший является участником столичного музыкального сообщества «Лидер Тафель», дававшего концерты перед царской семьей Детские годы Ирины проходят беззаботно под аккомпанемент немецких мелодий Девочка поступает в гимназию, а после – педагогический факультет в Московском государственном университете Этими предметами могла быть окружена жизнь любого немца-переселенца Здесь вот есть достаточно много музыкальных инструментов у нас представлено Были даже еще лет 10 назад жили люди, которые умели на них играть Но сейчас, к сожалению, мы не можем об этом сказать Есть у нас баяны, есть аккордеон Тоже, скажем, у немцев это достаточно было развитое Когда в семье обязательно кто-то из детей или многие умели играть на этих музыкальных инструментах Очень также поощрялась и живопись Наверное, поэтому мы можем сказать, что такое большое количество немцев-художников Это, скажем, тоже культура, которая шла, именно имеет народные традиции, народные корни Потому что такое большое количество творческих людей может появиться, если это поощряется в целом среди народа 1917-й Владимир Эйферт в рядах царской армии За перехваченную его корреспонденцию год отбывает в дисциплинарном батальоне Чистит картошку и отхожие места Демобилизовался и уже новым руководством страны был назначен заведующим художественной частью экспедиции заготовления краевых знаков Активное участие в общественно-политической жизни было оценено Эйферт вступает в коммунистическую партию Но искусство для него и в новой политической реальности язык настоящий и живой Молодой художник посещает кружок Павла Власова Живописца, получившего образование в Санкт-Петербурге, приехавшего учить молодежь Там и напишет портрет, который среди искусствоведов будет считаться ранней работой Портрет неизвестного натурщика Уроки живописи Эйферт совмещает с работой в картинной галерее В Астрахани на тот момент он работал секретарем в Астраханской галерее, картинной галереи, которую организовал Павел Дагадин, купец Вот эта галерея, свою картину, свое собрание, всю свою коллекцию он передал в дар городу И связь Эйферта с Павлом Дагадиным, она прослеживается только в документах А связь была, и была довольно-таки тесная Потому что именно Павел Дагадин отправил Эйферта в Москву Затем, чтобы он подобрал картины для коллекции этой галереи В 19-м году, когда умер Дагадин, Эйферт был секретарем этой картинной галереи И именно он был одним из тех людей, которые стали собирать деньги на похороны Павла Дагадина Потому что сам отдав свою коллекцию, свой особняк, подарив городу Он остался абсолютно ни с чем и умер в полной нищете И даже похоронить его было не на что Впечатление от увиденного в столице Эйферт отображает в машинописном сборнике журнале «Моски» Выпускаемом студентами Очерк, что я запомнила в Москве, опубликован под скромным псевдонимом «Студент» Нельзя сказать, что он ласково меня встретил Грубоватость вообще ему свойственна Это Эйферт о встрече с художником-архитектором Николаем Милютиным С Павлом Варполомиевичем остались друзьями А это уже о живописце Кузнецове Так, после переговоров и встреч, Эйферту удалось вывести в Астраханскую галерею 31 картину В 1923-м Эйферт командирован в Саратов для работы в оргбюро Там он возглавит редакцию издания «Нижнее Поволжье» Уже через три года его направят на курсы музейного дела За особые старания Владимир Эйферт получает приглашение на должность ученого секретаря в Москву В 20-е годы москвичка Ирина Борхман поступает в высшие художественно-технические мастерские В недавно созданном учебном заведении 8 факультетов Борхман выбирает реалистические навыки искусства Учится у ведущих столичных художников А в 1925-м ей удается попасть на курс Константину Йоанну Живописцу и мастеру пейзажа Через два года она отправляется в Мюнхен Для поступления в школу прикладного искусства Немецкий язык девушка знает в совершенстве В семье принято говорить на родном Учеба дается легко Высшее художественное образование получает в Штарнберге В Институте изобразительного искусства имени Бриджа Ученических работ Ирины Борхман этого периода не сохранилось 1926 год Владимир Эйферт в Москве Он вхож в круги столичных художников И участник модного объединения жар-цвет Свободные часы рисует А все остальное время работает в Третьяковке В 1930-м году прошел первый съезд музеев советских Где было указано, что отныне все музеи являются идеологическими центрами То есть, если искусство, то уже оно выполняло функции идеологического оружия Очень мощные Его жена вспоминала, что в основном он только ночами мог писать, рисовать или читать А весь день был занят, ну как напишут, беготни, работе ногами То есть он постоянно занимался деятельностью как музейный сотрудник, организатор В 1930-е годы Эйферта отправляют Германию и Францию в советские торговые представительства для работы экспертом-искусствоведом В Париже он будет жить и работать два года Там же в импрессионистской манере будут написаны его картины, передающие атмосферу маленьких европейских улочек В этих полотнах нет идеологии, нет сюжетов про рабочего и колхозницу Только настроение и легкость Но в письме во Всесоюзную коммунистическую партию в 1943 году и ссылке он напишет совсем другое Немецкому языку в обязательном порядке, в объеме необходимым для советского служащего Я научился в 1931-1932 годах в Берлицском торгпредстве, работал с антиквариатом Также я учил французский язык в Париже, шведский в Стокгольме Мать умерла в 1909 году С этого времени все встречи с ее родными прекратились У меня не было ни знакомых, ни друзей из немцев Я был не только по чувству, но и по существу русским Меня послали в командировку в стан врагов в капиталистические страны Я требовал настойчивого возвращения на родину Там держали ровно 4 года и ни разу не пустили на отдых в СССР Я там свято сберег чистоту и честь советского гражданина и вернулся, обогащенный знаниями в той области, в которой работал В 1936 году Владимира Эйферта назначают директором Музея изобразительных искусств имени Пушкина Апогей карьеры музейного работника Но эта работа приносит больше разочарования, чем радости В пояснительных записках годовым отчетом он пишет Развернутая в залах художественная панорама «Штурм Перекопа» не является профильной Отнимает экспозиционные пространства и срывает плановые работы музейной выставки «Штурм Перекопа» — самый масштабный художественный проект Советской России до 1941 года Это полотно посвящено одному из грандиозных военных сражений на завершающем этапе Гражданской войны Были ли записки Эйферта протестом или отображали общее недовольство — осталось загадкой Наступал 1937 год. Говорить слух подобное становилось опасно На терморт букет у окна. Идет человек, кажется, что торопится Спокойствие и надежда. Вид из окна — лето Эйферт написал эту картину в 1937 Через два года он перенесет тяжелое заболевание, после которого будет частично парализован С поста директора музея имени Пушкина Владимир Эйферт уйдет, сохраняя должность эксперта ученого совета Обстановка в Москве и до 1941 года накалялась А тут военное положение — эвакуация, тревожные новости с фронта, враг совсем рядом И новый виток сталинских репрессий 28 августа был издан указ о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья Автономная республика немцев была ликвидирована А все ее жители в короткие сроки должны были явиться на железнодорожную станцию В 1941 году моего дедушку, как немца, выслали... арест был... вот... И его выслали в Карагандинскую область С началом войны мама рассказывала, что ее родителям, Гертруде и Кристиану Васильевичу, моим дедушке и бабушке, сказали... Ну, объявили... там раньше вот это рупорт, вот это радио было, что на весь город там все, у них небольшой городок Вот, объявили, что вот дали им время через полтора-два часа собраться на вокзале Погрузили в вагоны и привезли сюда, в Караганду По дороге бабушка моя умерла Приехали сюда, ни паспорта нет, ничего, бабушка не могла на работу устроиться Детей надо кормить, она подемной работой занималась И, значит, 14 лет мой отец оказался в Карагандинской области И был, значит, под спецкомендатурой Художница Ирина Борхман на тот момент член Союза художников Участница Парижской международной выставки Работник мастерской Окнатас Главной кузницы пропагандистских плакатов Советского Союза Ирину Борхман арестовали 21 сентября 1941 года Владимир Эйферт, преданный партии работник Главного музея страны 11 сентября 1941 года был вызван в милицию Дата ареста 21 сентября 1941 года Обстоятельства ареста вызвали в милицию Мнение о причинах ареста Немецкое происхождение, пребывание и учеба в Мюнхене Место проведения следствия Общие вопросы в Москве Во Фрунзе допрашивали 2-3 ночи Следственный орган Особое совещание при НКВД Краткое изложение предъявленного обвинения Шпионская деятельность в пользу одного из европейских государств 11 сентября 1941 года 60-е отделение милиции города Москвы заявило Что мне придется переселиться временно в Казалардинскую область Начальник милиции сделал в моем паспорте подпись Имеет право жительства только в пределах Казалардинской области И в милиции, и в райкоме партии Меня заверили Что на месте назначения я буду использован по специальности Что работники культфронта нужды в суде Будучи дисциплинированным членом партии и гражданином Я перестал искать непонятные мероприятия милиции 13 сентября 1941 года Меня и мою жену повезли под надзором бойцов НКВД По дороге место жительства изменили на Карагандинскую область Что имело для меня особое значение В расчете на жаркую Казаларду Мы оставили в Москве все теплое Одежду, обувь и белье Телятник, теплушка Так репрессированные называли вагоны Предназначенные для перевозки скота В которых они прибывали в лагеря Карабас станция в степи считается воротами Карлага Сюда и прибыла Ирина Борхман Осужденная по 58 статье за шпионаж Ее наказание 10 лет лагерей Место заключения Толенко В 31 году в декабре Было принято правительственное решение создать лагерь Люди, значит, тут уже жили Все это обжито было Здесь раньше жили крестьяне русские Немцы с Поволжья Которые перебрались сюда В Лыпинской реформе В начале века И казахи Крестьяне русские Немцы с Поволжья Которые перебрались сюда По Столыпинской реформе В начале века И казахи Жили тоже, которые занимались земледелием Огородничеством и так далее И вот этот вот анклав небольшой Было решено превратить в центр Постепенно Надо было обрастать территорией И на территориях тоже народ был выселен В близкие районы В Нуринске, в Тельманске Еще какие-то районы Близкие Здесь, значит, начали создаваться отделения То есть фактически Лагерь строили сами заключенные Они строили свою тюрьму Во втором Долинском отделении Были собраны преимущественно Интеллигенция Преимущественно И специалисты Которые были нужны Для развития сельского хозяйства Лагерь задумывался Как сельскохозяйственный лагерь Это было государство в государстве Был стекольный завод Выделывали овчины Шили овощ Шили полушубки Ну, все абсолютно делали сами Ну, это все А продовольствие это увозили А сами заключенные Их, конечно, все число росло А заключенные что они ели? Они ели традиционную баланду Такой сигнал Ирина Борхман слышала каждый день Перед началом рабочего дня на швейной фабрике Спустя год после начала заключения Она заболела пелагрой Разновидностью авитаминоза Из-за длительного неполноценного питания Надзор Карлага перевел Борхман На сельскохозяйственные работы А в 1944-м Женщина начала слепнуть Владимир Эйферт с женой Елизаветы Ефремовной Прибывает в село Пушкино Из музея имени великого поэта в Москве В колхоз имени великого поэта под Карагандой У них на двоих Патефон, несколько книг Небольшой чемодан с легкими вещами Кисти и холсты Они теперь спецпереселенцы Каждую неделю им следует отмечаться В комендатуре И соблюдать установленный режим Я работала в издательстве И мы делали такие Альбом по искусству Это было первое издательство по искусству Альбом называлось По-моему, оно существует до сих пор Вот И То есть у нас существует такой научный аппарат Когда идет альбом Вступительная статья Картинки художников А потом как бы аппарат Где художники Какие-то сведения Годы жизни Вот И очень часто Встречалась фраза В 1937 году Художник переехал жить в Казахстан И вот это вот Была постоянная фраза Которую я все время наталкивалась И так О, Господи Закончил Парижскую академию художеств Мюнхенскую академию художеств Жил в Санкт-Петербурге И вдруг в 1938 году Взял и переехал жить в Казахстан Но поскольку То есть это были какие-то 80-е годы Очень глухие годы И материала было еще мало То есть, например, архипелаг ГУЛАГ То есть, устно пересказывали Я помню, как мне Молодой человек, который за мной ухаживал Вот он мне пересказывал ГУЛАГ В своей картине в Телятнике Художник отобразил все впечатления От этого пути в никуда Вейферт недоумевает Здесь требуются физически сильные люди Для сельскохозяйственных работ Коим он, 57-летний творческий работник Перенесший инсульт, не является В местном пункте милиции его уверяют Москвичей прибыло сильно много Вскоре с его проблемой разберутся Но ни через неделю, ни через год Вопрос не решили Осенью здесь холодно Начались морозы, ураны Одеть было нечего И первую работу, которую он получил Это сторож Сельпо Ему надо было охранять зерно И вот в этом легком плаще Он охранял зерно Второе, он еще плеврит заработал Но воля к жизни Стремление к жизни Вот к красоте, к труду Она его подняла Вот здесь мы видим картины Которые Были написаны Именно в период ссылки Модели у него не было И единственной моделью У него была его супруга Аня Завета Ефремовна Стулова После нескольких лет в Долинке Борхман отправляют в село Просторное Здесь к ее прибытию Основной контингент заключенных Мужчины Женщины считаются Расконвоированными Она может передвигаться Без сопровождения Здесь художница вновь возвращается к живописи Привычные материалы Недоступны И тогда от отчаяния Невозможности лишить себя искусства В ход идет свиная кровь И кусок оберточной бумаги Зарисовывает быстро Того же, чьей кровью пишет Поросенка Так появляется картина в Борьках Парадокс времени Парадокс искусства Парадокс сломанной судьбы А художник, если он рожден С талантом художника С талантом творить Он всегда стремится к искусству Ему необходимо всегда Что-то писать Рисовать Лепить И вот Ирина Александровна Она была из таких же художников И если что-то не делать То просто можно светить в голову А Рисуя Цифры на этих шарах Кровью Даже краски не было Вот она использовала Тоже свиной кровь Чтобы нарисовать Тоже животное Кровь которого была в этом ведре В этой картине Встречаются вот два конфликта Жизни и смерти Репрессия И прошлое Просторно появляются и другие пейзажи написанные Ириной Борхман И уже выполнены углем Потом ее станут привлекать для росписи интерьеров кабинетов начальника стройчасти лагерного пункта Можете видеть, что именно здесь сохранились архитектурные формы А именно вот эти брельефы Лепнина Хочется сказать, что это было сделано опять же руками бывших узников Карлаку Которые конечно же делились скульпторами Скорее всего, именно в те годы здесь располагался зал заседаний или актовый зал работников Карлака И кроме того, в 2009 году, когда произвелся именно реконструкция самого здания Под старым станом штукатурки были обнаружены четыре фрески А именно фрески, которые отражают сельское хозяйство, то есть профиль и направление деятельности самого Карлака В 1951-м, ко времени окончания срока, Борхман отправляют на поселение, что в селе Журавлевка Акмолинской области Воспоминания Ирины Вакингуд, жительницы Журавлевки Далекая Журавлевка Школа, где работала моя первая учительница Берта Карловна Районная больница, которой заведовал отец Вот в этой больнице я и познакомилась с прекрасной женщиной Ириной Борхман Которая работала там медрегистратором Больницы, как и в каждом учреждении, праздновали Новый год И елка, которую устанавливали, приобретала волшебный вид Благодаря Ирине Александровне На ее ветках рассаживались удивительные птицы Лисы из гофрированной бумаги Цепи были ажурны, причудливы и красочны Была она человеком добрым, сердешным И не любила говорить об ужасах Карлака А вот о родной Москве рассказывала с удовольствием Ирине Борхман разрешили покинуть поселение в Акмолинской области в 1956 году Она вернулась в родную Москву Дата освобождения 3 апреля 1956 года Основание для освобождения Общее постановление Пересмотр дела от 24 мая 1956 года Дата реабилитации 26 мая 1956 года Реабилитирующее определение Дело за отсутствием состава преступления было прекращено Спустя год после прибытия в колхоз имени Пушкина Эйферту местная порторганизация поручает работу агитатора среди колхозников А также выпуск в стен газеты Это приободряет Сыльного Но через два месяца вновь назначенный директор школы Без объяснений отстраняет Владимира Александровича от этих занятий Сельпо ликвидирует Вскоре в карагандинской газете появляется объявление о вакансии художника Эйферт несколько раз пишет о своем желании работать Ему не отвечают Объявление продолжает публиковать Карлаг прекратил свое существование в 1959 году Уже в 60-х его отделения были отданы под совхозы Обывшие зоны, обнесенные колючей проволокой, разобраны В поселке Доленко еще сохранялся главный центр Управление Карлага и НКВД Но со временем здание пришло в запустение И только в 2011 это место стало музеем И никогда в моей голове не возникало, что это какие-то враги народа Это исторические кадры пресс-конференция, прошедшая в 1989 году в Караганде Бывшие надзиратели Карлага рассказывают о том, что происходило в лагерях Все еще советский нарратив прорывается сквозь оправдательные реплики Слово покаяние тут неуместно О них можно спорить и по-разному оценивать Были ли и эти люди жертвами системы Но их прямые высказывания точно должны остаться среди документов эпохи Ну почему вот так пишут? Какой я каракуль? Карательтон Может быть и были какие-то товарищи, которые несправедливо относились Ну вы понимаете, сразу Ведь уровень нашего народа по сравнению то, что сейчас Какой уровень интеллектуальный нашего народа И тот, вот здесь Михаил Федорович говорил Приходили люди, значит, это с армии Может быть, конечно, намного ниже уровня этих политических осужденных, которые были тогда Может быть, эксцессы какие-то были Многие были очень начитаны Очень начитаны Рекомендовали даже какую литературу прочесть Как это самое Одеваться даже как женщине Как одеваться Потому что мы действительно Ну жили в бедности И я еще говорю, что мы Нас помещили, где мы жили Наверное, многие товарищи знают Что вот в ЦПО Значит, там были большие склады овощехранилища Так вот там отгородили нам кабинки И мы в овощехранилище в этих жиле Никаких там у нас ни квартир, никаких удобств не было Вот, я не знаю, наверное, его здесь Васьбот нет здесь? Нет, Лев Ибранович нет Масштабного покаяния и обвинительных процессов в СССР не случилось Бывшие надзиратели лагерей вышли на пенсию ветеранами МВД О широкой огласке то, что происходило за стенами ГУЛАГа Предали только в 90-х Спустя 30 лет после закрытия лагерей Вы обмениваете свою жизнь С подделами растренности Себя как отдельного элемента винтика сталинской системы В то время, когда я жила Мы все считались винтиками сталинской системы Сейчас я живу в этом периоде Я считаю себя винтиком системы товарища Горбачева А во все, всю жизнь Я считаю себя винтиком нашей коммунистической рабочей партии И как коммунист я себя морально Ничем не аморала Аморальных преступлений никаких я не совершала К осужденным я относилась очень хорошо Никто, ни один сотрудник ОРЛАГа Ни один сотрудник Песчаного лагеря МВДСР Никогда не глумились над личностью Это вы раз навсегда уясните Никогда, никакого глумления не было Но самое страшное было, когда мы получали посылки И вот надзиратели начинали, понимаете, там ковыряться С каким они остервенением Как они умышленно старались Смотрите, вот так вот Возьмут высморкать нос Потом лезет вверх то, что это мама там, сестра положили Перемешает сахар с табаком Все это вот раскорежет вот так вот Для чего это делалось? От гнусности характера, от пакостности человеческой Чтобы вредить Чтобы вредить Надо же унизить человека Надо, тем более чем он инстидентнее Он же безответный Заключенный был безответный Эльферту и его жене была отведена работа в поле Московские друзья больше не отвечают на письма Дочь от первого брака отказывается от отца В 1943 году он садится писать письмо ВКПБ С просьбой снять с него клеймо переселенца Я за собою повторяю Вины не знаю, мне о ней не говорили Поэтому я глубоко верю, что произошла ошибка с моим переселением Я поэтому питаю крохотную надежду, что ошибка со мной будет исправлена Я прошу ЦК ВКП рассмотреть этот вопрос Я прошу восстановить справедливость Восстановить мои гражданские права в полном объеме Чтобы я мог вернуться домой в родную, любимую красавицу Москву Где я жил по вызову ЦК ВКП с 1926 года Я прошу восстановить мне право на труд Чтобы я мог работать в области, где мой труд еще возможен и наиболее эффективен Как художника, как музейщика, как искусствоведа для страны, для родины В середине 1944 ему разрешают переехать, но только в Караганду Однако Эйферт по-прежнему обязан отмечаться в спецкомендатуре В 90-х годах с Ириной Борхман удалось познакомиться к рагандинскому искусствоведу Дане Сафаровой В тот момент недавно открывшийся областной музей искусств стал собирать собственную коллекцию Младшему научному сотруднику Сафаровой было дано ответственное задание Поехать в Москву и привезти картину И поскольку это была перестройка, то можно было говорить уже о тех художниках, о которых было запрещено говорить раньше Это были, прежде всего, искусство Караганды возникло благодаря репрессированным художникам И получилось так, что некому было ехать в Москву и меня отправили Все эти художники передавали работы, тогда музей мог покупать, и мы покупали у них картины В ту поездку я познакомилась с Ириной Александровной Борхман, она мне запомнилась Ей уже было где-то 80 с чем-то Такая бодрая старушка, московский дом, такой типичный сталинской застройки С высокими потолками, я пришла к ней У меня на тот момент что-то случилось с горлом, она плохо слышит И мы с ней разговаривали, я орала шепотом Но я все ей рассказала про Караганду, про то, что музей собирает картины Вы знаете, они были так все счастливы, потому что их судьбы Многие после Карлага не сложились удачно То есть какой-то вот слом произошел и все И дальше карьера художника как бы была сломана И они как-то вот надломились Какие-то люди надломились, кто-то спился, кто-то, ну, по-разному Арина Александровна, она, ну, у нее была такая бодрость духа Она такая энергичная, значит, все это показывало мне работы Владимир Эйферт устраивается на работу в изостудию при шахте имени Кирова Туда стали приходить шахтеры, их родственники и молодые люди, которые интересовались искусством Так художник неожиданно для себя возвращается к идеям его учителей Которые приезжали в глубинку, откуда он родом, и занимались просвещением Многие из его учеников стали признанными мастерами Всем им Эйферт рекомендовал не останавливаться и учиться дальше Один из учеников, Юрий Евсеев, окончил Пензенское художественное училище В письмах рассказывал учителю о своих успехах Учитель не только отвечал, но в конверт вкладывал и деньги Владимир Эйферт умер в 1960 году в Караганде Его жена Елизавета Стулова пережила Эйферта на несколько лет Множество картин художника хранилось дома За уход и визиты гостей женщина отдавала в подарок произведения художника Так, по словам искусствоведов, многие картины попали в частные коллекции Оставшиеся картины Владимира Эйферта в Карагандинский областной музей Передал его ученик Юрий Евсеев После развала Союза и случившегося кризиса 90-х Сохранить картины художника было задачей трудной Полотна перевезли в Алматы, музей Костеева Где и по сей день хранятся около 50 его работ Ирина Борхман прожила до 1995 года и увидела падение советского режима Два имени Ирина Борхман и Владимир Эйферт Только часть длинного списка художников, отбывавших свое наказание в Карлаге Всего 34 имени и сломанных судьбы 58-я статья, расстрелы, депортации по национальному признаку Но они продолжали творить и в лагерных бараках Вне воли, вне времени и вне политики Наша инициативная группа по сбору и расследованию материалов Связанных со сталинскими репрессиями Намечает установить в Караганде памятные знаки Что бы вы сказали, что бы пожелали по этому поводу на этот счет? Скажите, из какого камня нужно построить обелиск Чтобы он в какой-то мере компенсировал Молодые годы Все эти, понимаете, беды и тяготы, которые были пережиты людьми Потери моральные, прежде всего, физические и прочее Не знаю, есть ли такой камень сейчас в природе А если есть, то это какой должен быть громадный кристалл или самородок Боже, сколько лет я иду, но не сделал и шаг Боже, сколько дней я ищу то, что вечно со мной Сколько лет я жую вместо хлеба Сырую любовь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok